МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сцене руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина. Всем привет. Ура, меня слышно. Атаки, да, это все хорошо, но, наверное, я хочу немножко для себя подвести итоги нашего киберфестиваля, который длится сегодня целый четвертый день. Рассказать немножко инсайтов, которые я словила здесь. В первую очередь, я не знаю, знаете ли вы, что такое модель для сборки, но если вы знаете, слушаете и слушали, то, наверное, может быть, даже 23 мая в 6 вечера вы тоже сидели тут и слушали, как замечательный ведущий этой великолепной радиопередачи, на которой я выросла, можно так сказать. зачитывал очень интересные рассказы, это было супер. Второй мой инсайт, то, что так получилось, что я участвовала еще в деловой программе, рассказывала тоже там про кибератаки, все так интересно, зажигательно. Но так получилось, что один из моих докладов вчера выпал на время концерта, который был здесь. И когда я там на киберарене рассказывала про искусственный интеллект, вау, то тут была прям целая движуха. И, конечно, нам, с участвующими в моем докладе, было немножко сложно, но мы старались не пританцовывать на сцене. Ну и еще один инсайт. Через 20 минут начинается Гран-при Монако, поэтому формульным болельщикам привет от меня лично, если вы здесь есть, ура! Ну а теперь перейдем к докладу моему. А вообще, по роду своей деятельности, я исследователь, как это ни странно, руковожу исследовательской группой, смотрю на всякий случай, чтобы не забыть ничего про себя. Но в целом мы, конечно, занимаемся исследованиями, которые связаны с киберугрозами для организации, про то, как ломают организации, как защититься, какие вредоносы используют и так далее, и так далее. Можете это все у нас увидеть на сайте Positive Technologies, если вам это интересно. Я надеюсь, что вам это интересно. Но так получается, что в рамках своей деятельности я много занимаюсь вопросами кибергигиены, даю много комментариев в СМИ, выступаю, иногда даже провожу какие-то лекции. У меня даже был опыт, когда я проводила лекции в МФЦ, и это, конечно, тоже такой немножко занятный был опыт. Но если хотите, я кому-нибудь об этом расскажу, я поговорить люблю. Так как я занимаюсь исследованиями, мы собираем замечательную статистику. Конечно, в воскресенье статистика — это вещи сложно сопоставимые друг с другом, но тем не менее. А вообще, конечно, ну как уже многие коллеги передо мной на этой сцене четыре дня рассказывали про то, что основные атаки на частных лиц — это социальная инженерия. Я думаю, это все понятно. Но, наверное, хочется сказать, что большее количество информации, которая утекает от нас с вами, — это наши учетные данные. Когда мы говорим про утечки из организации, это персональные данные. То есть получается, что из организации утекают наши персональные данные, от нас утекают наши учетные данные. И как бы мошенники такие, вау, круто, у нас теперь есть все. Ну и немножко, наверное, захотелось рассказать о том, что вредоносов на Android было больше, чем вредоносов на iOS. Ну, я думаю, может, кому-то будет темой для дискуссии. Немножко захотелось накинуть, так сказать. Немножко базы. Ну, базу, наверное, я прям сильно сейчас рассказывать не буду, потому что коллеги передо мной, кажется, эту базу уже рассказали не раз и с разных сторон. Что такое фишинг? Понятно. Ну, как бы тут все. На этом мои полномочия все. А как фишинг вообще распространяется? Тут, наверное, хотелось бы сконцентрироваться на том, что в основном, как бы, конечно, когда мы говорим про частных лиц, это различные фишинговые веб-страницы. Если сравнивать, например, с атаками на организации, это зачастую корпоративная электронная почта. Когда мы говорим про нас с вами, электронная почта уже немножко отходит на второй план. Как будто бы мы уже не так часто пользуемся электронной почтой, туда валится какой-то спам, зачастую отключены уведомления. У меня, например, от некоторых ящиков там уже 3, 4, 5 тысяч сообщений непрочитанных, и, в принципе, как будто бы я не собираюсь их читать. Их, наверное, хочется отметить, что растет количество распространения фишинга через мессенджеры. Мессенджерами мы пользуемся все и начали пользоваться не только для своих каких-то личных коммуникаций, но и для корпоративных. Тоже очень мы любим там общаться, у нас куча там каналов разных, и, конечно, мошенники никак не могли это проигнорировать, и угнать канал, аккаунт в телеге, это прямо сейчас супертоп, про это я тоже расскажу. Ну и социальные сети. Социальные сети некоторые возрождаются у нас, какие-то остаются, и, да, в социальных сетях фишинг, конечно, очень распространен. Я вам, наверное, приведу сегодня конкретные примеры тех кейсов, с которыми я сталкивалась, когда вот как раз разговариваю с журналистами, когда мы разговариваем на какие-то интересные, хайповые инфоповоды. И, конечно, я не могу не остановиться на актуальной повестке, которая у нас есть. В 2020 году мы видели, что это был коронавирус, о том, что необходимо там какие-то социальные выплаты, вот напишите туда, пришлите то, пришлите налог, и вот это вот, ну, как бы схема всегда остается одной и той же, но немножко меняется тема, на которую это все происходит. Выборы. Ну, выборы случаются у нас не каждый год, но когда они случаются, мошенники такие, вау, классно, давайте мы на этой теме как раз подурим народ. И вот, конечно, выборы, это тоже для кибермошенников прям супертема. Вообще, наверное, хочется сказать, что сейчас порог входа для злоумышленника совсем невысокий, то есть не надо быть суперкрутным хакером, который ломает там государство, организации и что-то еще, чтобы обмануть нас с вами. Вообще в Darkweber вцветают всякие услуги, которые предоставляют мошенники мошенникам, то есть более квалифицированный мошенник помогает мошенникам, у которых нет достаточной квалификации, в том, что обманывает людей. Поэтому, к сожалению, это проблема того, что количество атак у нас все больше и больше растет. Представители спецслужб у нас являются нестареющей классикой. Единственное, наверное, что у них добавляется, это аппрувы, которые они предоставляют. Так, например, они начали присылать ей уже корочки свои, печати, даже подделывать, ну, то, что там документ подписан электронной цифровой подписью. В общем, всякое такое интересное. Поэтому, к сожалению, уже даже вот настолько доверять нельзя. И это, конечно, грустно. Про телеком, про сим-карты я вот так чуть-чуть подслушала, за сценой стояла. Моя коллега очень подробно, круто об этом всем рассказала. Но я, наверное, хочу обратить свое внимание, что вообще все мошенничества, которые связаны именно с телекомом, они в основном направлены на госуслуги. Ну, а то, какой информации могут получить зломышленники, если они получат доступ к вашим госуслугам, тут как бы не надо говорить. И вообще тут я оказалась сапожником без сапог. Моя мама тут недавно мне совершенно в какой-то беседе, которая никак, конечно, не касалась вопросов кибербезопасности, мы это дома не обсуждаем, рассказала, что вот я сообщила, там пароль, все. И я такая, вау. Ну, вот сегодня я об этом рассказала. Надеюсь, меня за это не уволят, ну, что я не провожу такие беседы дома. Ну, вот такое тоже случилось. Конечно, пришлось там быстро реагировать на этот инцидент, который произошел несколько дней назад. Немножко про ложные точки доступа. Не знаю, слышали вы или нет, но зачастую бывает, когда зломышленники какую-то ставят свою точку доступа, маскируют ее под легитимный Wi-Fi, там Wi-Fi MOS-free, транспорт и так далее, Wi-Fi Шереметьево супер, самый быстрый, что-то такое пишут, и человек подключается, и, собственно, зломышленник имеет возможность украсить наши с вами данные. Тут, наверное, основной посыл в том, что когда мы подключаемся к бесплатному Wi-Fi, не надо передавать свои данные, какие-то конфиденциальные, чувствительные или какие-то другие, за которые мы там печемся в своей жизни, и не надо там заходить в какие-то аккаунты нежелательные. В общем, стараться использовать открытые точки доступа чисто для серфинга, ну, как бы такого, чтобы там поискать что-то интересное. Вот мы, например, с моим коллегой сегодня ходили, разгадывали кроссворды там, которые, ну, нерчи собирали, как это обычно бывает на конференциях, ну, а что еще делать, и серфили с ним ответы на вопросы. Вот как раз вот для такого, в принципе, можно использовать открытые точки доступа, для другого нежелательно. Ну, вот тот пример, который у меня есть, это как раз относительно недавний, это наш коллега увидел, что в Шереметьево была бесплатная сеть Wi-Fi, и она оказалась не очень легитимной. И вот так вот люди хотят, наверное, отдохнуть, а в итоге приходится работать даже, когда едешь в отпуск. Про бесплатные VPN-сервисы, ну, я не знаю, насколько мне стоит прямо о них говорить, но давайте будем честны, да, всякие вот эти вот нельзя граммы, вот это вот все остальное, к чему у нас вроде как нету доступа, он у нас есть. И, конечно, наверное, запрос с начала 22-го года бесплатный VPN на 24 на 7 без регистрации SMS, он был одним из главных в магазинах приложений. Ну, давайте будем честны, что бесплатный сыр только в мышеловке, и когда мы говорим про вообще VPN, чтобы его поддерживать именно со стороны разработчика, чтобы обеспечить там некую пропускную способность, все это, короче, очень круто делать, нужны деньги. И когда вам предоставляется сервис бесплатно, ну, получается, что происходит какая-то некая монетизация, о которой вы, скорее всего, не знаете, и в лучшем случае это реклама. В лучшем случае ваши данные пойдут на то, чтобы вам давать какую-то точечную крутую рекламу, чтобы вы точно купили там чай какой-нибудь или еще что-то. Ну, в худшем случае ваши данные попадают с блумышленниками, которые в дальнейшем используют их для других атак, например, для социальной инженерии или могут получить доступ к аккаунту. Так как мы еще любим одинаковые пароли ставить на все наши учетки, и это как бы становится не суперкруто. Поэтому, наверное, тут, ну, навряд ли кто-то из вас такой сейчас нажмет удалить на те приложения, которые у вас уже стоят. Ну, как бы вот я вас предупредила. Кража аккаунтов в Телеге. Это вот сейчас новый хайп, который происходит. И их крадут не только для того, чтобы, например, попасть в какой-то канал. Ну, например, какой-то чувак ведет какой-то канал, и вот крадут доступ к этому каналу, чтобы там рекламировать мошенников, крипту и все, что вот сейчас тоже модно, стильно, молодежно. В целом Телеграм может использоваться для разных интересных вещей. И тут тоже такой пример из жизни. Коллеги наши из Позитива, когда получили доступ к аккаунту, украли оттуда аудио, я так понимаю, голосовые сообщения, изгенерили ее дипфейк на основе этих сообщений, собственно, рассылали типа сообщения от нее голосовые. Вот, привет, я такая-то, такая-то, мой голос, это правда я, пожалуйста, одолжи мне денег. Это вот как раз про то, что коллега рассказывала про дипфейки. Вот, в общем, такая крутая штука есть. И тут, наверное, стоит сказать о том, что включите, пожалуйста, максимальные настройки, которые вам предлагает не только Телеграм, а другие мессенджеры. Тут мы говорим про двухфакторку. Тут мы говорим о том, чтобы нажать на кнопочку «Выйти со всех устройств», когда что-то идет не так. В общем, пожалуйста, это не игнорируйте, потому что, казалось бы, ну чего, да кому я нужен? Вот это вот, обычно всегда так оно происходит. Ну, сейчас вы никому не нужны, завтра нужны, и нужны деньги ваших друзей и близких, поэтому, пожалуйста, с этим поаккуратнее. Такой пример, наверное, достаточно интересный про инфо-цыган. Как раз я, насколько слышала, об этом тоже немножко рассказывали. Курсы инфо-цыган, ну, как будто бы уже не очень часто покупают, да, но как будто народ уже понял, что вот, ну, это не очень круто, и там чек-лист по успешному успеху, наверное, уже не суперактуально, но внезапно они подумали, вау, а почему бы нам не продавать наши курсы под видом подписок на онлайн-кинотеатры, и когда я увидела эту схему, думаю, вау, может быть, нам тоже так что-то продавать. И, собственно, они маскируются под онлайн-кинотеатр, делают фишинговую страницу, вы покупаете доступ к крутым фильмам, сериальчикам и всему остальному, а в итоге вам присылают успешный успех, ну, и как бы вы немножко расстраиваетесь, в общем, это такой вот как раз один из примеров фишингового сайта. Распродажи, Новый год, мы все стараемся сэкономить, нам надо купить кучу всего, что, может, нам и не нужно, нам надо купить кучу подарков, и черные пятницы, и вообще осень и зима являются с точки зрения всплеска там социальной инженерии, всего остального 10 из 10, вот топ у нас происходит именно там, и тут надо, наверное, как бы стараться мыслить объективно, что если вам предлагают какую-то скидку в 100-500 тысяч процентов и вообще чуть ли не бесплатно отдают суперкрутые вещи, ну, надо понимать, что, скорее всего, это не так, и навряд ли, ну, то есть магазину как будто бы не было никакой выгоды, чтобы вам продавать что-то очень дешевое, и поэтому не надо покупать, потому что вы можете, например, оплатить доставку, и потом все внезапно, это сайта 404 там и не существует, и все, и денег ваших тоже нет. Ну, и, собственно говоря, вот даже с доставками были вопросики, когда там предлагали, ну, от службы доставок писали, тут тоже такой вопрос интересный, и когда тоже спрашивают иногда, как защититься от того, чтобы покупать там, где надо, ну, наверное, один из очевидных, одно из очевидных решений, которое здесь, это стараться пользоваться приложениями официальными, потому что как будто там меньше шансов попасть на фишинг, может быть, кто-то со мной сейчас поспорит, я очень рада буду, если поспорит, но если мы, я говорю именно об официальных приложениях, скачанных из официальных источников, не там, а не каких-то рандомных. То же самое происходит с Новым годом, тут у нас подарки, всех мы любим, всем пытаемся одарить, мошенники говорят, вот, вам 10 подарков по цене одного, и мы такие, вау, классно берем, ну, и получается, что мы без денег, без подарков, но тут еще вступают путешествия и мероприятия, как такая некая отстройка, вот, черной пятницы путешествия, это как раз, ну, все мы стараемся уехать на новогодние каникулы, где-то там потусить, встретиться с друзьями, просто куда-то съездить, отдохнуть от этой городской суеты, и мошенники стараются продавать билеты дешевле, ну, по сути, схема та же. А по поводу мероприятий, я не знаю, кто-то был ли из вас на Щелкунчике 31 декабря в Большом театре, если вы были, то вам повезло, но для кого-то это мечта прям, и действительно люди хотят туда попасть, стоят в каких-то гигантских очередях, покупают билеты у перекупов за бешеные деньги, и, конечно, мошенники такие, вау, класс, мы сейчас будем продавать типа эксклюзивные билеты на наших сайтах, и они даже иногда присылают вам билеты, вот это вот самое такое огорчающее в этом всем, то есть не то, чтобы вы потратили деньги, вам ничего не прислали, и вы такие, вау, меня обманули, а вы живете до 31 декабря с ощущением, что, вау, я пойду там выбрался, беру семью, и мы идем на суперклассный балет посмотреть, и выясняется уже, когда вы заходите, такие красивые, что ваш билет оказался поддельным, и это, конечно, все очень грустно. Ну и, собственно, про то, как бы защититься вот от этого всего, ну, тут, наверное, самое важное, это не вестись, как бы это вот, ну, как бы подытоживая все то, что я сказала чуть ранее, ну, и когда мы говорим про онлайн шоппинг, конечно, хорошо бы иметь какую-то отдельную карту, в которую вы закидываете точное количество денег, собственно, которую вы собираетесь потратить. СБП тоже сейчас в прицеле мошенников, сейчас куда мы не придем в магазины, нам говорят, а можете, пожалуйста, QR-кодом оплатить, это тоже зачастую бывает, но вот мошенники такие, вау, QR-коды, как будто сейчас это тоже из каждого утюга, поэтому мы тоже возьмем себе это на вооружение, и, собственно, тему с СБП они тоже берут себе как метод атак на нас, ну и говорят, вот, оплачивайте через систему быстрых платежей, а по факту это какой-то мошеннический QR-код. Я вот не знаю, когда меня просят оплатить по QR-коду в магазинах, я такая, ну, как-то не хочу, а потом так получилось, что я потеряла свою карту, мне пришлось все заблокировать, я никак не могу ее забрать из отделения банка, и как бы у меня не так много опций, я настолько привыкла уже к этим QR-кодам, что это прям супер, поэтому рекомендую вам тоже. Ну, правда, говорят, что кэшбэк не падает, но у меня нет кэшбэка, поэтому ладно, с этим проедем. Сайты знакомств всегда были оплотом для мошенников всяческих разных, мы говорим тут не только про кибермошенников, те, которые тоже там знакомятся, кидают на деньги и всякое такое, ну, вот, сейчас какая-то такая движуха началась, что сайты знакомств предлагают, ну, не предлагают, ну, как они много чего предлагают, конечно, ну, типа техподдержка пишет, что вот, надо опровнять ваш аккаунт через, почему-то там в Америке через ФБР, у нас, наверное, это будет через ФСБ, непонятно, как сайты знакомств связаны с ФБР, но, наверное, мы что-то не знаем. Ну, вот, собственно, тоже сайты знакомств прям для кибермошенников это суперместо для того, чтобы обмануть людей, а так как многие еще не хотят раскрывать свои данные о том, что они на этих сайтах сидят, ну, как бы тут тоже есть вариантики. В розыгрышах участвовать круто, круто, когда мы что-то выигрываем, но не круто, когда мы что-то типа выигрываем, а потом, как бы, получается, что ничего не выиграли, еще и деньги потеряли, и вот если вы что-то внезапно выиграли, и вас просят оплатить доставку, налог и все, чего там может только произойти, пожалуйста, все, ну, как бы, ну, свою удачу вот дальше уже проверять не стоит, будем считать, что вы выиграли от того, что не отдали мошенникам свои деньги. Криптовалюты, инвестиции, ну, вот вчера я разговаривала со своей подругой, которая пришла на концерт, а мне надо было ей рассказывать доклад, и вот мы с ней встретились тут, и она мне рассказывала про какую-то криптовалюту, про какие-то коины в Телеграме. Господи, я не знаю об этом, но, может быть, вы больше знаете. Ну, вот, криптовалюта, конечно, стала для злоумышленников тоже такой крутой хайповой темой, на которой можно обмануть. Так они, например, уже делают финансовые пирамиды, которые связаны с криптой, и, как бы, ну, это тоже новые песни о главном, о том, что было раньше, как бы, пирамида осталась, только добавилась крипта, и все-таки, вау, крипта, тогда идем в эту штуку, она точно заработает, и мы будем зарабатывать себе на крутые путешествия, яхта работать удаленно, и ничего нам для этого не надо будет. Ну, вот, это из этой области. Когда мы говорим про инвестиции, кстати, вот у меня, если у вас есть акции позитива, это круто, вот, если у вас их нет, можете вон туда сходить и узнать, зачем они вам нужны. И когда мы говорим про инвестиции, тут, наверное, большая часть мошенничества связаны с тем, что, когда заблокировали у многих инвестиций, тоже ведь раньше, ну, чуть несколько лет назад, таки, вау, вкладываетесь в инвестиции, целые курсы были про то, какие акции надо покупать, а потом бах, и у многих людей они оказались заморожены, но вот и мошенники за небольшую сумму денег предлагают эти акции разморозить, вывезти и вернуть вам деньги. Ну, вот, к сожалению, тоже много велось и ведется до сих пор. Немножко про детей, дети цвета жизни, может быть, у вас уже есть дети, может быть, вы здесь с детьми. Я очень много видела детей на различных стендах, и в кибергороде это очень круто, и дети это класс, да, вау, дети в кибербезопасности это еще круче, но дети в киберпространстве это еще и цель для мошенников, потому что как будто бы они все уже имеют доступ к всем крутым технологиям, которые у нас есть, и они там, и интернет, и как будто могут знать чуть больше, чем мы. Это странно мне сейчас говорить, я считаю себя все еще молодой, ну ладно, тем не менее. И тут вопрос в том, что у них не очень много жизненного опыта в том, чтобы отличить там черное от белого, и мошенники могут очень хорошо манипулировать детьми, рассказывать про то, что они убьют там родителей, что-то придут, они знают, где они живут, а как мы тоже слышали доклад назад, получается, когда рассказывали о том, что все уже про всех знают, и чтобы пробить кого-то, времени уже не очень много надо, и, собственно, над детьми манипулируют именно этой информацией, и это тоже не суперкруто. У меня ребенок пока маленький, честно говоря, я уже волнуюсь о том, как я буду с ним разговаривать, и как вот эту соблюсти грань его частной жизни, когда он подрастет, и тем, чтобы оградить его от мошенников, и чтобы он там не занимался в этих интернетах ваших чем ни попадя. Немножко про дипфейки. Про дипфейки вообще рассказывали многое, но я вам расскажу про инсайт, который, опять же, я словила. Так получилось, что два доклада, которые я рассказывала на технической части, они так или иначе затрагивали вопрос искусственного интеллекта. Первый доклад был про то, как автоматизировать безопасность при помощи искусственного интеллекта. Второй был про то, как зломышленники автоматизируют свои действия при помощи искусственного интеллекта. Я послушала кучу дискуссий, которые связаны с этим. У нас даже был трек отдельно про машинное обучение искусственный интеллект. Кстати, записи все есть, поэтому можете тоже посмотреть, если вам эта тема интересно, но самый главный инсайт, что искусственный интеллект, несмотря на то, что это такая прям сейчас тоже супер хайповая тема, все о ней говорят, нет вообще никаких предпосылок, что он нас заменит, нет вообще никаких предпосылок, что он безопасника заменит и всего остального, и даже нет предпосылок пока, что он злоумышленника заменит, потому что пока все это очень сыро, поэтому используем чат GPT и все остальное для того, чтобы просто поиграться, но как будто бы пока прям какой-то реальной угрозы это не несет. Ну, конечно, без искусственного интеллекта мы никуда дальше не пойдем. Про дипфейки я рассказала вам про Телеграм. Ну и в презентацию я уже не успела это вставить, потому что нас же просят предоставлять презентацию чуть заранее, чем за час до выступления. Ну вот недавняя схема была, коллеги писали о том, что там уже от имени Сбербанка вроде как сидит служба безопасности Сбербанка, это какая-то служба безопасности 2.0, сидит на видео, звонит, и там что-то Сбербанк сзади написано, и вот он что-то рассказывает. Ну, как защититься? Тоже, наверное, вы все это слышали. Я вот единственное, к чему призываю, это меньше доверия в сети, и, наверное, себя тоже иногда к этому призываю, потому что иногда хочется, ну, как бы иногда ты устал, у тебя столько проблем, делаешь, тебе хочется хоть какую-то радость получить от взаимодействия с внешним миром, и ты, конечно, там больше доверия туда привносишь, и это не суперкруто, поэтому, ну, как бы старайтесь не доверять, а что самое главное, общайтесь, пожалуйста, с детьми и с людьми старшего поколения, потому что именно они, наверное, подвержены больше всего вот этому влиянию, которое происходит извне. Очень много случаев, когда люди пожилые отдавали все свои накопления, раньше они отдавали мошенникам, которые звонили и говорили, ваш сын в тюрьме там или еще где-то. Это сейчас уже схема, связанная как раз с безопасностью и со всем. И, кстати, очень круто, что у многих банков уже есть инициатива, когда людей, которые приходят в банк, там либо берут кредиты, сразу снимают, нервничают и вообще как-то неадекватно себя ведут, их как-то стараются с ними разговаривать побольше, а вы точно уверены, что все ок. Ну, в общем, это очень крутая инициатива, работа с людьми именно на местах. Наши социальные сети «Позитива», «Позитив Технологис», мы там, конечно, публикуем иногда контент, который связан с кибербезопасностью именно для организации, но зачастую мы там рассказываем и про гибергигиену, и когда случается какое-то крутое событие типа «Черной пятницы», мы на всякий случай часто выпускаем там памятки о том, как не попасться и какие вообще актуальные схемы мошенничества есть. Такое ощущение, что каждый год что-то новое происходит, и это, конечно, и круто с одной стороны, и с другой стороны не очень. Вот. На этом, наверное, все. Сейчас идет прогревочный круг. Я очень рада сегодня была выступить тут, поэтому спасибо. Спасибо большое, Ирина Зиновкина, «Позитив Технологис». Ирина, поддерживаете ли вы моду на кнопочные телефоны? Могут ли такие простые аппараты быть выходом в какой-то ситуации? Может быть, старшему родственнику дать, чтобы его точно не взломали? Ну, тут, наверное, вопрос в том, не в кнопках или в сенсоре, а в том, что зашито в телефоне. То есть, если телефон имеет доступ в интернет, как бы в кнопках никакого… Не смартфон, я имею в виду. Не смартфон. Простой телефон. Ну, тогда мы говорим про телефонное мошенничество. То есть, как будто бы это не то, что обезопасит наших родителей, например. Им просто будут звонить, и если им говорить, что кнопочный телефон – это безопаснее смартфона, они такие, вау, ну тогда мы доверяем всему тому, что нам говорят по кнопочному телефону, поэтому мы все равно должны как бы тут балансировать. Все равно придется думать головой. К сожалению, да. Это неизбежно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.